Сегодня мы с вами научимся делать бисерное дерево. Для этого вам потребуется бисер. Любого цвета, который вы захотите использовать, можно использовать несколько цветов. Также потребуется проволока, не слишком толстая, не слишком тонкая, главное, чтобы удобнее было с ней работать. Две чашки для бисера, линейка и обычный карандаш или ручка. Для начала нужно взять бисер и высыпать определенное количество в пиалку. Затем нужно взять проволоку и отрезать примерно 40 см. Измерить это можно с помощью линейки. Далее бисер нужно нанизать на проволоку. Бусины должны занимать примерно половину всей длины проволоки. Ветви не должны быть одинакового размера, некоторые должны быть длиннее или короче, для того, чтобы было просто красивее. Итак, у нас половина проволоки примерно должна быть унизана бусинами. И чтобы закрепить их, мы делаем так. Вот этим концом свободным мы пропускаем вот эту первую бусину и продеваем через все остальные в обратном направлении. Вот в итоге получается вот такая вот петелька. Нужно все делать аккуратно, чтобы проволоки хватило. Нужно сделать еще одну петельку. Вот в последнюю эту бусинку, вот сюда вот, этим концом. Его нужно просто продеть. Таким образом у нас получается вот такая полноценная веточка, которая уже никак не распустится. И чтобы сделать ее покрасивее, мы берем обычный карандаш или ручку и просто обматываем ветку вокруг. Она получается вот такой вот завитушкой. Мы ее немножечко распрямляем. И получается вот такая вот вьющаяся веточка красивая. Можно взять три небольшие красивые ветки и объединить их в одну большую ветку. Мы просто берем, соединяем вот их оставшиеся проволоки и скручиваем их вместе. Для дерева нужно сделать примерно четыре ветки с большими веточками и три ветки с ветками поменьше. Для того, чтобы собрать дерево из этих веток, мы возьмем проволоку потолще, прилагая маленькие веточки сверху, мы начнем обмотку другой проволокой, которая будет потольше. Когда мы привяжем все веточки, получится вот такое деревце. Нужно его немножечко расправить. И вот результат нашей работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова